Дорогие мои, как я и обещала, сегодня у нас модный приговор. Топ-модель моя мама. 56 размер, костюмчик с брючками по стоимости всего 1290 рублей. А тут и Викуля уже пришла. На ней штанишки и футболочка за 567 и 277 рублей. А тут и Алиса уже бежит. Брючки и футболочки за 567 и 232 рубля. А тут, моя мама, вы посмотрите, какая она радостная. Как ей понравился этот костюмчик. Тоже 56 размер, стоимость 1526. Конечно, себя любимую не буду обижать. Прикупила себе костюмчик вот такой вот. 60 размер, за 1438 рублей. И второй костюмчик, чуть-чуть потеплее. Тоже 60 размер, за 1526 рубля. Самая главная роль сегодня у нашего папы Виктор Николаевич. Смотрите, какой у него классный костюм. Называется Харди 3, всего за 1171 рубль. И второй костюм Джордан, 1883 рубля. Всем привет, планета Земля. Кан со своей ужасной прической, которая никому не нравится, кроме Кана. Нравится. Всем нравится? Никому не нравится. Красивая, красивая Вика. Вика уже там пытается причесаться. Так, у нас обед. Дети пришли из школы. Что я сделала? Тут у меня соус с фаршем. Вот такой вот. И гречка. Вот, гречку сделала. Почему-то второе у меня быстрее приготовилось, чем первое. Поэтому кушают дети второе, а первое потом супчик на ужин будет. Наоборот. Предварительно отварила курочку. И вот варю супчик. Сейчас должен закипеть. Там пшено чуть-чуть. Картошечка. Ну, лук. Лавровый лист. Вот такой супчик у меня сегодня. Маленькая вон качается. Спит. Потому что... Ну, как я иначе буду готовить? Только так. Сейчас еще посуду перемою. И все. И обед готов. Все-таки ты своровал яйцо. Я сказала, нельзя. Люблю я яйца. Люблю я яйца. Вот и все. Весь ответ. Ну, как вам наше представление? Доброе утро всем. Я тут с маленькой кувыркаюсь на диване. Позавтракали. И маленькая. А нет. И Таечка. И я. А то все говорят, что ты говоришь маленькая-маленькая? Ну, потому что она самая маленькая. Поэтому к ней это и привязалось. Ну, а в принципе, конечно же, Таечка. Назвай ее и Таей. Ну, а в основном, конечно, Доченька. Да, Доченька? Да. Ты моя сладкая. Моя булочка и мой одуванчик. А еще я ее люблю называть зефирочкой. Сегодня какие у нас планы? Хотела сделать запеканку из картошки. Если мне Тая даст, если она уснет. И мне надо будет картошку-то и почистить, и нарезать кольцами. Поэтому подождем, пока она уснет. Ну, дети приедут из школы. Еще есть вчерашний суп. И второе тоже еще есть. Поэтому все нормально. Дети будут накормлены. И запеканку, наверное, я как-нибудь сделаю к вечеру, чтобы Виктору было что покушать. Стою, у меня тут елочка на заднем плане. Все уже разряжают, а я как-то никак не хочу. Как-то все быстро проходит. Быстро так время пролетает. Только установили. Уже опять надо разряжать. Ну, что это такое? Как-то жалко. Наверное, оставлю еще на пару недель. Ну, или хотя бы на недельку. Ко мне помощница приезжает 4 февраля. До 4 февраля точно ее надо убрать. Потому что будет генеральная уборка в доме. Я стараюсь каждые примерно 3 месяца, 4 месяца генеральную уборку устраиваю. Потому что, ну, генерализм с таким количеством детей, ну, это просто невозможно. Не то, что, ну, не успеваю. Не успеваю я. Быстро-быстро. Виктор мне тоже, конечно, помогает. Ну, и дети помогают. Ну, генеральная уборка есть генеральная уборка. Если вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Так по мелочи надо мне... Я как-то вам показывала, что я на окна покупала такие рало, которые просто клеятся на рамку. Вот. Они были неплохие, да. Но, так как у меня окна в пол, эту рамочку невозможно было поднять наверх до конца. Вот только до половины. И получалось, что в комнате оставалось очень темно. Вот. Поэтому я их опять сняла. И мы купили другие рало, которые поднимаются до верха. Конечно, не очень супер-классно выглядит. Так, ну, не очень, как по мне. Сейчас я вам покажу. Вот. Видите? Сейчас вот так наклоню. Вон. Вот эти вот рало на окнах. Ну, не очень мне нравится. Но пока другого варианта, к сожалению, я не нашла. А еще была бы возможность заказать и так далее. Но, вы знаете, 30 тысяч на эти два окна, ну, как-то дороговастенько для нас, могу сказать. Поэтому пришлось делать вот так. А на сами окна, ну, на рамку вот эти рало вешать я тоже не хотела. Потому что при открытии двери, двери, вот этот рало, он об стену, как говорится, убирается. И ты не можешь открыть дверь на 90 градусов. И получается 90 или 180. Нет, 90. Вот. И получается, что я боюсь не за себя, что я что-то там сломаю, а дети. Дети, ну, как, они открыли. Вот. И побежали, да. А что там дальше происходит, они об этом, конечно, не думают. Поэтому вот так вот. Что, моя солнышко? Что, моя ягодка? Мама там разговаривает, а я ей поддакиваю, да, там. Моя ягодка маленькая. Вот такие дела у нас на сегодняшний день. Голова до сих пор у меня чугунная. Вечером мне организм напомнил о том, что горечь в горле стоит. Вот прям вот отсюда идёт горечь. При этом у меня же ни желудок не болит, ни ничего у меня, как говорится, не подымается. Потому что я ем строго до шести. Потом пытаюсь не кушать, вот, соблюдать некую, хотя бы какую-нибудь, но диету. Вот. И я, конечно же, задала в интернете горечь в горле. Вот. И там стояла, конечно, желудочная, ну, проблемы с желудком, с пищеварением. Ну, и, отгадайте с трёх раз, щитовидка. Вот. Вот тебе как-то вот опять такой один из многих-многих признаков, которые у меня имеются. Хотела на этом поблагодарить всех-всех-всех, кто оставил комментарии. Я даже не успеваю все прочитать. Но те, которые я прочитала, огромное спасибо, потому что там были такие вещи, как остеохондроз, это тоже может быть. Давление, сахар и с давлением, как он называется-то, это болезнь, этого у меня не может быть. Потому что я даже при беременности наблюдалась гипер-гипер, что-то там, какой-то гипер. Нет, сахара у меня нет, давления у меня нет, у меня всегда всё хорошо. У меня пульс иногда, как сказать, быстрее бился. Я не могу выговорить это слово. Учащался. Часто бился. Вот. И это, может, тоже связано быть с щитовидкой. Почему вот это вот всё происходило? Потому что меряю давления, давление всё хорошо, а пульс бьётся. Прям за 120 заходил. Бывало такое. И остеохондроз, да, тоже может такое быть, потому что он у меня есть. У меня этот диагноз уже давненько. Но на данный момент я его не связываю, потому что я знаю, как у меня болит и что со мной происходит. Если это были, это другие головные боли, это другие ощущения в спине, там и спина болит, именно вот эта вот холка сильно начинает болеть. И руки начинают тоже неметь. Да, это всё. Это я ещё буду ходить к массажисту. Обязательно. Доченька, не плать, моя шлангая, не плать. Сейчас мама придёт. Ой, да что ты говоришь? Сейчас уже приду, не плать. Вот. Поэтому спасибо, спасибо. Вы не только мне писали комментарии, вы мне и на имейл писали. И вообще я очень благодарна вам за вашу идею, что вы мне подаёте какие-то вот... Это может быть ещё и то, это может быть ещё и это. А у меня это было так. И поставили такой диагноз, да, что я не просто как взгляд в туннель, да, что других болезней не бывает. А вы мне подаёте новые идеи. И я вам очень-очень благодарна за это. Спасибо большое. Маленькая успокоилась и уснула. Поэтому я сейчас потихоньку-потихоньку пойду чесить картошку. Желаю всем всего самого наилучшего. Не болейте, будьте здоровы. Увидимся в следующем блоге. Люблю вас, целую. Пока-пока. До скорых встреч.